Продолжение следует... Много лет были причастны к формированию, к укреплению путинского режима, и конкретно Чубайк был причастен к офёре Роснано, потому что никакого развития нанотехнологии в России так и не случилось, а на это были потрачены огромные деньги, очевидно, не без пользы для тех, кто непосредственно развивал нанотехнологии. И вот этот человек, не произнеся никаких покаянных слов насчёт войны, путинизма, не поделившись с пообществом западным подробностями жизни двора Путина, но, если публично мы от него ничего не слышали, он оказывается теперь совершенно легальный какой-то исследователь. У него, кажется, есть центр исследования России, и даже, так сказать, Булнов и Бахштейн не поврезговали согласиться с ним работать. Хотя, честно сказать, это так же странно, как если бы Сурков уехал, создал где-нибудь центр, и все вспомнилось, что Сурков создал центр, и будет Россия исследована. Всё впереди, Фёдор. Может, ещё будет. Мы можем такими темпами дожить и до центра Суркова, и до центра Соловьёва, и до центра Киселёва. Почему нет? Столпы режима могут тихонечко уехать и спокойненько, так сказать. А что в этом плохого? Объясните мне, что в этом плохого? Ну, в том смысле, если столпы режима разъедутся, то, по идее, режим рухнет. Не, да чёрт с ними. Я имею в виду, что для режима это... Нет, для режима это ничего не значит. Чубайс уже получил свои деньги на Русланной, и ни разу не сказав ни одного плохого слова в адрес Путина в режиме, или не осудив больную, просто ведёт светский образ жизни, так сказать, где-то в Европе, ни разу, нигде, никак не покаявшись. Никакого вреда путинскому режиму его отнес не принёс. Скажем так, только пользу, потому что Чубайс – это близкий соратник Путина много лет, такая достаточно токсичная фигура, и Путин от него эффективно избавился. То есть теперь Чубайс оказывается у нас чуть ли не оппозиция. Подождите, я думаю, через некоторое время он ещё начнёт там где-нибудь являться, так сказать, в обществе в качестве какой-нибудь крупной оппозиционной фигуры, будет всех получать, как правильно, так сказать, надо всё понимать. Есть же такая фигура, господин Гинбург, который устроил Восточный космодром, а теперь всем рассказывает, какая оппозиция правильная, какая неправильная. А там ещё забавно, вот этот центр, который Чубайс решил основать, он же декларируется, как будто бы будет вне политики, что вообще звучит как-то очень странно. Как вы думаете, зачем вот эта оговорочка, что вне политики? А где это указали? Это кто указал, где начали? В пресс-релизе. Выбереги своему названию, проект выглядит на удивление аполитичным, гласит пресс-релиз университета. Это вот я читаю со ссылкой на телеграм-канал Фаридейля. Да, окей. Ещё раз, Чубайс ни слова не сказал и не скажет против Путина. Он будет аполитично заниматься тем, что рассказывать, какая плохая оппозиция, как все неправильно всё делают, что всё не то, всё не так, все всё неправильно понимают. Так сказать, это другое. Но, конечно, упаси Боже, чтобы он сказал что-нибудь плохое про Путина или путинский режим, он будет говорить плохое, очевидно, про других людей, про другие силы. Этим у нас многие занимаются вполне популярное развлечение для бывших стопов режима. Не лугаться с Путиным, а рассказывать, как оппозиция неправильно с ним борется. Но тут ничего об этом не говорится. Тут говорится как раз о том, что... Он развернётся и заговорится. Когда многие уезжали, тот же Гинзбург получал политическое убежище после космодрома Восточный. Он же не выпускал пресс-релизы, что он будет получать оппозицию, как бороться с Путиным. Нет, получает. Подождём ещё, что он будет делать. Я думаю, что через некоторое время, особенно если война, так сказать, в какой-то момент всё-таки завершится с переговорами, как вот я сейчас читал новость, говорит украинский генерал, что где-то к 25-му году. Вот после этого Чувайс вылетит и начнёт неполитично заниматься политикой. Фёдор, может быть, мы просто зря с вами на пустом месте возмущаемся, может быть? Вы допускаете такое? Почему зря-то я не понимаю. То есть есть человек, который причастен к тайному путинскому двору, который много лет там стоял у престола, который стоял у престола в том числе и в момент передачи власти. Его свидетельства, его рассказы, его знания были бы очень интересными, если бы он хотел ими поделиться. Но он же не хочет им делиться. Он тихонечко делает вид, как будто он просто частное лицо, которое уехало из России и хочет исследовать Россию, не занимаясь политикой. Это человек, который в разное время занимал огромную, высочайшую государственную должность. И он знает так много интересных секретов, тайн, истории, и вообще на многое мог бы пролить цвет, но он и сам этого не делает. И, к сожалению, так устроен наш современный мир, что так можно. Можно быть, так сказать, крупным деятелем фашистского режима, а потом уехать и быть независимым исследователем в Израиле, и ничего с тобой не случится. По-моему, это очень грустно. А почему можно? Какой механизм не срабатывает, как вам кажется? Ну вот, мне кажется, нет института репутации, нет института никакого признания того, что путинский режим – это очень плохой режим, форексский, милитаристский. И любой, кто в нем много лет был при власти или в крупном государственном бизнесе, вот он, в отличие от простых россиян, которых так много требует покаяния, вот он-то действительно должен публично покаяться, прежде чем ему вообще руку подадут. А как выясняется, это не обязательно. То есть это проблема западных демократий? У них нет этих стандартов? Ну, получается, что нет. Собственно, мы удивляемся, почему так долго терпели Путин. Ну вот почему терпели Путин. Оказывается, можно его подручных совершенно спокойно терпеть по эту сторону границы и даже вопросов не задавать. Мне кажется, ну, подумаешь, хороший человек приехал. Компетентные, так сказать, специалисты и так далее. Ну как, работать в этот институт идут вовсе не западные демократии, а вполне конкретно. Ну, я думаю, что там хорошие деньги просто пойдут работать, потому что что-что, а деньги-то лучше больше, я думаю, есть. И он может себе позволить действительно довольно много вкладывать в создание репутации с внутри этого института, как к крупному научному центру. Повторюсь, вот видите, есть люди, которые уже с большой изъявили готовность там работать. Не очень понимая, что и Медвеговы, неужели они, так сказать, настолько плохо живут, что ничего лучше, чем корниться с Чубайцевского страна у них в жизни нет. Федор, а как вы думаете, может быть, вот она реальная возможность разобраться в причинах путинизма, разобраться в 90-х, провести качественную научную исследовательскую работу и какая разница, за чей счет? А почему? Я не вижу никаких признаков, что Чубайцы собираются разбираться в путинизме. Для того, чтобы разобраться в путинизме, надо хотя бы встать и сказать, я Чубайц много лет служил Путину и создавал этот путинизм, а теперь я хочу сказать, что это было зря, плохо, извините, будем разбираться. Он же такое сказал где-нибудь? А может быть, это будет институт оправдания путинизма, как вы считаете? Почему нет? Я очень считаю, что это будет институт такого, знаете, из-под воли оправдания путинизма и доказывания, что ну да, вот так вот сложно получилось. Знаете, по-другому не могло быть. Так сказать, вот Путин хороший, и Дельцин хороший, и Путин хороший. Был хорошим Путин вот буквально там до 2014 года, а может до 2022. Поэтому это надо немножко вот исправить, еще есть шансы, так сказать, договориться и так далее. Вот мне кажется, он этим будет заниматься. Я не вижу никаких признаков, что это будет какое-то вот антипутинское учреждение. Бог с ним, с Чувайсом. Ну, в смысле, я думаю, что мы, конечно, будем еще наблюдать за его успехами, видимо, и, так сказать, комментировать работы выдающейся этого заведения. Я не знаю, как это правильно назвать. Заведение, я думаю, очень подходящее слово. Забегаловка. Значит, да, обязательно. Хотя, с другой стороны, вот я не знаю, как вы, коллеги, я бы с интересом поговорил с Анатолием Борисовичем. Другое дело, что он, видишь, пока отделывается голосовухами Венедиктова. Если бы было бы поговорить как-то более подробно и об истории 90-х, и о, собственно, новых его невероятных совершениях, было бы здорово. Я хотел вот что спросить, Федор. Я процитирую. Посмотрел серию, ну, всем понятно, о какой серии идет речь, да? По-моему, очень хорошо. Да, это агитация и пропаганда против Путина и тех, кто сдал ему Россию. Почему ты считаешь фильм «Предатели», о нем идет речь, пропагандой? Почему ты не спрашиваешь, серьезно? Потому что я исхожу из контекста, и ты комментируешь слова Федора, поэтому давай лучше Федора послушаем. Окей. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я не вижу в слове пропаганды ничего плохого. Само по себе слово пропаганда не имеет направленности. В Риме даже есть улица пропаганды, Вене пропаганда. И я считаю, что надо различать исторические исследования и публицистические пропагандистские высказывания. Политические силы может и должна заниматься пропагандой своих взглядов. И вот пропагандой своих взглядов на Россию на 90-е занимается команда Навальность. И, судя по просмотрам, занимается очень эффективно. Давно пора было расставить точки над «и» и выбросить чемодан без ручки. А именно эту неприятную ситуацию, когда каждый, кто против Путина, почему-то должен был говорить, что, ну, вот, Ельцин был хороший. И вот в 90-е все сделали правильно. А Путин плохой, а Ельцин хороший. Я сам очень много раз попадал в эту ситуацию и чувствовал большое приключение, что теперь можно действительно этого не делать. И честно сказать, Путин – это Ельцин, а Ельцин – это Путин. И это, по сути, одно явление, растянутое в пространстве. Давно пора было это сделать. Давно было поставить, сепарироваться от вот этих героев 90-х и их похождения в 90-х. Потому что в итоге все, чем они занимались в 90-е годы, это закончилось тем, что в августе 99-го года Ельцин назначил своего преемника. Владимира Владимировича Путина. И все его радостно приветствовали, к сожалению. Я не был там политической элитой, я не был вообще тогда кем-то очень заметным. Я помню всю эту грязную вознюю и могу сказать, я не хочу нести никакой ответственности за похождение окружения Путина и его семьи, которые выбрали нам, Ельцин и его семьи, которые выбрали нам такого преемника. Уже 25 лет. То есть пропаганда может быть хорошей, если она на хорошее дело нацелена? Конечно. Пропаганда это просто донесение своих взглядов до широких масс в понятной, так сказать, удобной форме. Все занимаются пропагандой, а почему нет? Вот я вижу, что многие люди занимаются пропагандой против ФБК и абсолютно, так сказать, не считают, что они что-то плохое делают. Это их право. Каждый имеет право пропагандировать свои взгляды и на 90-е, и на историю, и на ФБК. Пожалуйста, никто никому не запрещает. И они имеют полное право высказывать свои взгляды так, как они их высказывают, что увидели, в котором их высказывают. Не вижу абсолютно никаких проблем. Вопрос о пропаганде. Подниму все-таки перчатку, в отличие от Михаила Борисовича, и спрошу у Федора. Как вам кажется, можно ли сравнивать это с путинской пропагандой? Есть ли разница между той пропагандой, которой является этот фильм, судя по вашим оценкам, и путинской пропагандой? Конечно, есть разница. Это как сравнивать Шоу Плющева с Хоудингом Хсимоньяновым. Разница в размате. Извините, но путинская пропаганда – это государственная пропаганда, которая за государственные деньги идет по тысячам каналов. По тысячам каналов. То есть это не только телевидение, радио, спутник. Это огромное количество всяких разных телеграм-чатов, ютуб-каналов и всего прочего. Но сравнивать с этим, например, Шоу Плющева – это очень странно. Как бы масштаб несовпредставим, и это не делается за государственные деньги. Я бы был рад, кстати, если бы сравнивали. Кто? Ну, мое Шоу и пропаганду. Конечно, я был бы рад. Ну, вот видишь, получается, что… В том и дело, что несопоставимы и не сравнивают никто. Я даже не понимаю, как можно сравнивать продукцию одной из множества политических команд в эмиграции и говорить, ой, это то же самое, что путинская пропаганда. Извините, путинская пропаганда, но есть первый признак, который отличает ее от любой другой. Нет, абсолютно. Я не очень понимаю, почему так ставится вопрос. Потому что так его никто не ставит. И это подмена. Вопрос, речь идет о том, применяются ли те же инструменты, что применяются в путинской пропаганде. Вот о чем идет речь. А я не вижу никаких тех же инструментов. Путинская пропаганда стоит на вранье. И один основной факт из тех, которых построен фильм, в том числе главный факт, что Путина назначила команда Ельцина, никто не опроверг. А вот эти стилистические замечания сделайте так, как вы хотите. Повторюсь, каждый человек имеет полное право, и каждая команда, высказываться в том стиле, в том формате, как они хотят. Каждый имеет право на свою пропаганду, так сказать. Безусловно. При желании можно в своем шоу найти элементы путинской пропаганды. 100%. Ну и что? Кто хочет, тот ищет, тот найдет. Поэтому вот эта претензия, она абсолютно ничтожна, мне кажется. Да, значит, что еще хотел спросить по этому поводу. Про пропаганду поговорили, а про, как ты полагаешь, вот многие спрашивают, а собственно в чем была цель? И тут мы можем закольцевать, начинали с Чубайса, и можем закольцевать с нынешним. В чем цель? Потому что, когда вот у нас Мария Певчик здесь была, она говорила про то, что надо не пустить Чубайса, как она сказала, в дверь, как-то так. Ну, смысл в том, что не допустить Чубайса к дальнейшей политической жизни. Вот. В этом ты видишь цель фильма, собственно, в чем? Я вижу цель немножко в другом, и я видел возмущение людей, и после первого фильма, может быть, и я, так сказать, сам, у меня были некоторые вопросы, но потом я понял, что надо просто смотреть до конца. И арка героя закрылась. То есть, действительно, довольно странно осуждать путинизм и говорить, что путинизм – это плохо, упорно отказываясь видеть его корни и истоки. И особенно странно выслушивать рассказы о том, как правильно бороться, так сказать, кто правильная позиция, а кто неправильная, от людей, которые сами своими руками, например, разваливали НТВ и занимались другими вещами. Вот это очень странно, что люди, которые посадили на престол Путина, теперь говорят, нет, давайте не будем обсуждать, откуда взялся Путин, давайте что-нибудь другое пообсуждаем, например, кто у нас правильная позиция. То есть, отстранение, выставление Чубайса из личного общества – это одна из косвенных задач. А основная задача, как я ее вижу, я про это и писал, и говорил, еще раз здесь скажу, это сепарация оппозиции Путину от защиты Ельцинского окружения. Вот сейчас можно быть против Путина и не тратить много времени на рассказ о том, что Чубайс был хороший, за угол акционы были правильные, Ельцин был хороший. Это действительно сгубило во многом нашу деятельность в России, потому что каждый раз, повторюсь, когда кто-нибудь начинал рассказывать, что Путин плохой, ему, кстати, быватели говорили, ну хорошо, вам Путин не нравится, а кто хороший, Ельцин, что ли? И тут начиналось вот это блеение. Ну, понимаете, Ельцин, реформа, так все было важно. И на этом заканчивалась вся наша, так сказать, работа с обществом. Я не понимаю, почему этот чемодан без ручки с мумией Ельцина, ваучерами, Чубайсом и прочими персонажами надо тащить на себе. Вот они хотят, им их молодость, вот эта молодежь до 90-х, их молодость дорога, пусть они на себе этот чемодан и тащат. Я не понимаю, и я понимаю их, так сказать, претензию поколенческую к молодежи 2020-х, которая сказала, знаете, а мы в гробу видали вашего Ельцина, его ваучера и все остальное. Конечно, они возмущены, но новое поколение имеет право так смотреть на прошлое, и я вижу здесь много конфликтов поколений, в котором я, как человек, который между этими поколениями, в общем, безусловно, выбираю молодежь, потому что я не очень понимаю, какие у меня общие интересы с героями 90-х. У меня, как бы, знаете, по итогам их деятельности, кроме иммиграции, репрессии и, так сказать, уголовного дела в России, как-то, знаете, ничего нет. Поэтому, когда говорят, вы всем обязаны Ельцину, чем я обязан Ельцину? Войной, иммиграции, репрессиями или чем? Федор, ты же из Екатеринбурга, а там Ельцин-центр. В свете нынешних, так сказать, событий, твоей позиции, ты как к Ельцин-центру относишься? А я не понимаю, почему кто-то вот додумывает мысли о том, что надо снести, убрать или закрыть. Ельцин – это часть истории России. Он самый знаменитый уроженец Екатеринбурга. Безусловно, ему должен быть и памятник, и Ельцин-центр. И я не слышал призывов, во всяком случае, от ВВК его закрыть. Закрыть Ельцин-центр обычно предлагают, почему-то, совсем другие люди, которые не знают. А там есть очень важный экспонат, между прочим, Ельцин-центр. Когда заходишь, там написано, кто же его открывал. И знаете, какие там фамилии? Ни Певчик, ни Волков нет. Путин, Медведев и вся на крае олигархи. И это надо оставить. Это надо оставить как чистосердечное признание в том, что и Ельцин-центр открывался Путином и Медведевым, и финансировали олигархи. Почему? Потому что это ими воздвигнутый памятник своему прародителю. И пусть он будет как часть нашей истории. Ну, он фактически воспевает Ельцина. Конечно. Да, да. Ну, пусть воспевает. Слушайте, я не говорю, что сейчас с ним что-то надо делать. С ним ничего сейчас делать не надо. Придет время, есть, извините, в Екатеринбурге музеи «Россия. Моя история», где воспевается черти что. Сейчас мы с этим ничего не можем поделать, но из песни слова не выкинешь. В истории должно быть все. И Ельцин, и Ирбачев, и многие другие евреи. Ельцин-центр заканчивается на передаче у власти Путину, и это самая грустная часть экспозиции, когда после всего этого высокого пафоса о том, какая в России демократия и свобода, значит, все заканчивается Путиной. Даже можно в таком виде оставить. Понимаете, это как был бы музей Веймарской Германии, в котором рассказывалось, как все расцвело и заколосилось, а в конце, значит, подольфгитло. Спасибо большое. Спасибо. Федор Крошининников, политолог. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...